Здравствуйте, это программа «Активная позиция». Сегодня мы поднимаем вопрос дорожной безопасности. Итак, прежде всего, давайте начнем с вопроса о том, как устроено взаимодействие полиции и общественников. На каких началах, на какой основе? В основном взаимодействие идет касательно дорожно-транспортных происшествий, то есть профилактики. Мы, как говорится, один в поле не воин, поэтому мы прибегаем к помощи общественных объединений. Проводятся различные акции на дорогу, в том числе и с детьми. Допустим, на сегодняшний день общественное объединение обратилось к нам согласовать очередную трансформацию определенного участка. Это в районе 17-й школы и перинатального центра по улице Довлеткирея. То есть там постоянно происходят жалобы, они пытаются сегодня решить вопрос путем малых затрат, то есть определить такие зоны визуальные, оградить их столбиками, исключающие случайный выезд автомашины на пешеходную зону. То есть дать возможность пешеходам свободно чувствовать себя безопасности в определенной зоне, на определенном месте. Ну, касательно 17-й школы, там, понятно, дети, да, то есть они также, там будет оборудована визуально та зона. То есть, допустим, если сейчас водитель где-то может случайно заехать, либо в нарушении права дорожного движения припарковать свой автомобиль, то, обозначая вот эти зоны, уже водитель визуально будет видеть, что это пешеходная зона, и как бы уже на подсознании он туда свою машину уже парковать не будет. А проект «Безопасные дороги Западно-Казахстанской области», что это за проект? Какую работу он всегда включает? Проект наш реализовывается уже с 2019 года. Реализовывается компаниями Shell, Казахстан, Any и английской благотворительной организации EIST. И реализация проекта основана на меморандуме, подписанном между Акиматом Западно-Казахстанской области и вышеуказанными компаниями. Соответственно, работа проекта очень обширная, очень большая, по разным компонентам. Компонент трансформации, компонент водителей, компонент пешеходы, картография. То есть много включает компонентов. И взаимодействие у нас без департамента полиции никак не можем. Поэтому Александр Александрович сказал, что регулярно мы проводим акции, регулярно проводим информационные какие-то беседы, информационные ролики выставляем, анимационные ролики для пешеходов. Идет взаимодействие с автошколами, которые обучают будущих водителей. Идет у нас еще работа с колледжами, то есть со студентами. И, естественно, идет общеобразовательной школой. Каждая общеобразовательная школа у нас оснащена образовательным пакетом по дорожной безопасности, именно по категориям. То есть все возрастные категории расписана программа, где включает в себя развернутые занятия с детьми. Не только теоретические, но и практические. У нас есть два главных участника дорожного движения. Пешеходы и водители. То есть пешеходы всегда обвиняют водителей, а водители пешеходов. Наша задача проекта, надо нам выработать вот эту осознанность, культуру поведения самих пешеходов и водителей. А вот смотрите, в этом случае, я так понимаю, что все-таки основное внимание проекта направлено на детскую аудиторию, ну там... И детскую, и подростковую. В этом году уже подростки, молодежь. И знаете, больше на информированность идет. Но это пешеходы. А вот как проходит работа с водителями? С водителями. В рамках проекта регулярно у нас эксперты английской компании приезжают к нам в Райск и проводят с ними семинары, тренинги обучающие. Именно с начинающими водителями, водителями автопарков. К нам приезжали еще водители из города Аксай, потому что мы еще охватываем город Аксай, Брудинского района, где мы с ними тоже проводим обучающие семинары, тренинги, на которых очень интересно. Казалось бы, я водитель, у меня есть права. Чему вы можете меня научить? И когда действительно приезжает эксперт по дорожной безопасности, и он с ними это проводит в интересной форме, очень многое, очень многое для них, это им интересно. И я думаю, что осознанность, она и будет оставаться. Мы им показываем соответствующие такие вот ролики, на которые, как говорится, не все будут на его обученной жизни смотреть, к чему действительно на самом деле приводит к превышению скорости. Мы же, вот смотрите, у нас в Райске мы жалуемся на том, что водитель не снижает скорость при подъезде к пешеходному переходу. А возле общеобразовательных учреждений, детских садов, там ходят дети взад и вперед постоянно, да, мы водителям постоянно об этом говорим. То есть показываем на примере, даже на видео, на примере показываем, если вы будете ехать со скоростью 30 км в час, и не дай бог будет наезд на пешехода, то в любом случае пешеход может отделаться, ну, легкой травмой, нежели если вы будете ехать при скорости 50 км в час, понимаете? А вот сам охват водителя, он как выглядит? Потому что, ну, частные автовладельцы, как вы можете до них, что называется, добраться, показать? До частных? А мы совместно... Тут основная масса водителей. Совместно мы проводим регулярно, вот, в любую погоду, мы регулярно с департаментом полиции проводим акции «Сбавь скорость». То есть мы прямо выходим на стоянки, на трассе, на... Вообще по городу мы можем в любой момент выйти, и те водители, которые вот останавливаются на стоянках или еще где-то возле каких-то торговых домов, да, мы просто к ним просто подходим, начинаем просто с ними вести информационную беседу. И также, соответственно, разрабатываем памятки. Понимаю, что, наверное, памятки и брошюры многие, наверное, не читают, да. Нам наша задача их заинтересовать. А у них реакция ответная какая? Бывает и негатив. Бывает и негатив. Это в большем случае. Но мы к этому готовы. А что они говорят? Когда я спрашиваю, вы считаете себя ответственным водителем? Все говорят, да. Я говорю, окей. Тогда можно я вам задам один вопрос? И если вы ответите на него правильно, то я буду считать вас ответственным. То есть мы, соответственно, даем какие-то вопросы наводящие, как бы вы поступили в этой ситуации. Или когда мы проводим акцию на ремень безопасности. То есть ремень безопасности у нас априори почему-то водители считают, что его надо пристегивать только в том случае, потому что камера вас может зафиксировать, потому что это штраф. Потому что инспектор полиции напишет штраф. Да. Буквально вот я немножко перейду. Да, да, да. Приходил один заявитель, жаловался на сотрудника полиции на его действие и был возмущен тем, что сотрудник полиции его остановил и написал ему протокол, то есть привлек ответственность за то, что он привозил детей без детских удерживших устройств. Ну, вместе с тем, он еще якобы грубо разговаривал, все такое. Касательно составленного протокола, мы ему объяснили, мы показали правила дорожного движения, мы объяснили, почему мы это требуем, почему правила обязывают принимать детскую удержившую и последствия. Вот. Он вроде бы все понимает, все понимает, все осознает, но для себя делать исключение. Со мной этого не случится, я благополучно доберусь, благополучно доеду. То есть он осознанно идет на это. Осознанно идет на правонарушение. Именно вот этот принцип, который сейчас используют водители наши, то есть со мной это не произойдет, я на минуточку где-то припаркуюсь там, где нельзя, я поверну не в том месте где-то, где нельзя. Один раз можно, вроде бы никто и не заметит полисейских, нет, камера не видит. Ну, именно вот такие вот исключения для себя, они приводят к террористическим последствиям. Буквально вот, все знаете, да, в области потихли два дорожно-транспортных пришествия, да, таких, резонансных. То есть это семья погибла, шесть человек, да, и погибли четыре парня на автодороге Герезки-Кирсаново. То есть, опять же, элементарно. То есть один водитель по предварительной версии был в утовленном состоянии, то есть, да, это где семья погибла. А второй попросту-напросто торопился. То есть не вписался в поворот на высокой скорости и выехал на полстричное движение, допустил столкновение с другой автомашиной. Вот эти два. То есть они так же, я думаю, ну, да я доеду, со мной это не случится, чуть-чуть превысил. Но в результате мы имеем погибших людей. То есть это несчастье в семье. Да, возвращаясь к проекту. В целом, как вы оцениваете эффективность всех проводимых акций и мероприятий? Потому что, насколько я вижу, как пешеход, ну, культура водителей, ну, совсем, как бы, не улучшается. Вот видите, вы говорите с позиции пешехода, потому что вы пешеход, вы не водитель. Сейчас также, если вы были водителями, да, водитель наоборот бы говорил, как сделать так, а как можно, чтобы культура пешеходов была осознана? Только работать. Есть, мы говорим, человек вырастает осознанным, если в детстве в него заложено. Определённые правила. Правила поведения, неважно где, на улице, на работе, на дороге и так далее. Первое, что мы ведём беседу с родителями, когда я провожу беседы с родителями в школах, на собраниях, родители то же самое, но что новое вы можете нам сказать? Как переходить, как перевозить ребёнка? Мы это знаем. Но вот действительно, когда с ними начинаешь... Понимаете, беседа должна быть настолько интересна. Мои вот лично, мои занятия с родителями, так скажем, беседы, они у меня больше на практические задания. То есть я вот с ними хочу разыграть одну ситуацию, и 90% родителей, 90% не знают правильного ответа. То есть моя задача, я хочу больше, больше, больше родителей обучить, как правильно переводить ребёнка через дорогу. Как ему правильно нужно объяснять? Ведь всегда есть такое место, где нет пешеходного перехода, где нет светофора. А если вы оказались на такой местности? А как надо выходить? Вот даже элементарно, ваш ребёнок выходит с автобуса через переднюю дверь. Как вы ему объясняете переходить дорогу? Миллион ответов, только процентов в 10 скажут правильный ответ. Понимаете? Здесь не везет. Да, здесь больше нужно... Всё-таки надо больше нашими усилиями. Усилиями вот участковые, да, у нас есть департаменты полиции, которые к каждой школе подкреплены. Надо чаще проводить эти беседы с детьми малого возраста и с родителями. А может быть, как раз-таки эти беседы неэффективны, учитывая, что вот этого диалога между водителями и пешеходами не получается, то, может быть, идти в направлении разъяснительных бесед, ну, скажем так, это не главная цель, это не основной выход. Может быть, всё-таки дело в ужесточении наказаний за нарушение? Вот, я, например, за это всегда двумя руками. И есть всегда, при первом случае, наверное, если я не ошибаюсь, вы можете меня подправить, всегда идёт какое-то... Не сразу, допустим, можем наложить штраф, а предупреждение. Всегда есть такое первый раз? Или вот сразу пешеход перешёл в неположенном месте, и вы можете уже... Если лицо впервые совершило административное повышение, да, инспектору можно вложить предупреждение. Но, как зачастую опять вот коллеги проводят, и мы проводим беседы, да, то есть разъяснительные работы проводим, но эти беседы ограничатся только тем, что проводит полиция, проводит учителя в школах и проводит коллеги, да, всё. После этого, после этих бесед или там, я не знаю, каких-то профилактических работ родитель сам подаёт негативный пример ребёнку. То есть ребёнку здесь объяснили одно, они идут домой, и он благополучно ведёт ребёнка в неустановленном месте и переходит. Вместо того, чтобы закрепить, смотри, подожди, нам вот объясняли, давай с тобой пойдём на пешеходный переход, перейдём там. Подошёл к пешеходному переходу, да, он пускай ребёнка спросит, как ты понял, чтобы переходить? Он должен ребёнок сказать, да, вот я подошёл, посмотрел, нету пробежащихся автомашин, либо автомашины остановились, меня пропускают, и я начинаю переход. Ну, да, вот я об этом уже и говорю. Вот поэтому я и говорю. Я всегда говорю. Бабуха влетела в другую в лицу. Понимаете, как бы это сейчас ни звучало с моей стороны, так скажем, категорично, пряник здесь не поможет. Вот я о том же говорю, да. Здесь только кнут. Поэтому, к сожалению, к сожалению, мы люди такие существа, что мы действительно с первого раза нас погладят по головке, второй, третий. Ну, на авось это всё пройдёт, и всё будет хорошо. Пока действительно система административного нарушения действительно не будет налагаться штраф. Я думаю, что если, я не ошибаюсь, там в размере двух МРП, да, за нарушением в неположенном месте переход, в любом случае, это деньги, да? Это деньги. Один раз, второй раз, третий. Я не буду в следующий раз нарушать. Да, да, да. Ну, простая картина. Вот я еду с водителем, он говорит, так, впереди система видеонаблюдения. То есть у него... И он уже начинает думать, так, что я делаю не так. У него включается мозг, он уже смотрит, так, что у меня. То есть он уже себя проверяет, понимая, что впереди у него есть камера. То есть получается, что просто логически, что выход единственный, это просто установить на каждом шагу буквально вот эти все видеокамеры и просто вот по цифровому направлению сразу же выписывать, ну, автоматически, да? Ну, я считаю... Будет на счет человека вылетать штраф, и все. И проблема решится. Та же ситуация, как и с ремнем, да? То есть он едет, у него стоит GPS-навигатор или там какая-то система, да? То есть он говорит, там, например, контроль скорости на 60. То есть только после того, как он это услышит, голос, который его предупреждает, только после этого он начинает думать, смотреть на стрелку спидометра или на табло, да, где показывает скорость. И думает о чем? Если я сейчас не сбавлю скорость, мне придет письмо счастья, мне написано штраф, да? Да. Но он не думает, опять же, о том, что если он будет ехать со скоростью превышающей установленного ограничения, там, да, как Галя сказала, то есть скорость это прямой... Он находится... То есть превышение скорости находится в прямой зависимости от тяжести последствий. То есть тем, чем выше скорость, тем тяжесть последствий тяжелее. Правильно, да? То есть увеличится остановочный путь автомашины и тому подобное. Наносится тяжкие травмы. То есть об этом водители тоже не думают. То есть он думает о том, чтобы им не выписали штраф. Такая же ситуация, как и с ремнем. Такая же ситуация при переходе в установленном месте. Самое главное, чтобы меня не увидели. Вот это вот, да, мы совместно пытаемся донести до населения. Но чтобы побороться с этим, перевернуть вот эти вот мысли в головах наших людей, таких объединений и количества этих людей, которые за безопасность здорового движения должно быть больше. Должно быть больше. Ну, может, это не надо. Какая нам разница до его личной мотивации? Если работает кнут, если у него включается голова при виде камеры, ну и все, и нам замечательно... Кнут работает, опять же. Сейчас, допустим, на сегодняшний день у нас установлено 80 систем контроля скорости, автоматических. То есть 65 в городе Уральское и 15 в городе Оксай. Мы сегодня будем запускать. И если посмотреть о социальной сети, то есть комментарии наших граждан, да, то есть основная масса идет. Это государство хочет собрать деньги. Это там, ну и все такое. Слежка. Именно подобного рода. И никто не задумывается о том, о безопасности. Именно после того, как мы 40 систем поставили в 2020 году, да, то есть они свое влияние дают. Город немножко успокоился. Было снижение, да? Видно, видно, что успокоился город. Ну это очевидно, вот я говорю, по реакции водителя, очевидно, что они задумываются. Видно. Сейчас мы планируем еще расширять эти сети. То есть мы будем перекрывать те участки, где водитель может превышать установленный режим. А мы можем прям вот максимально такую создать сеть из этих видеокамер, чтобы прям, ну, город покрыть, что называется? Ну вот. Ну максимально. 80 уже есть, и планируем еще 50. Еще 50 поставить. Но этого недостаточно, все-таки нужно еще больше. Ну, то есть сейчас мы идем к тому, раз, если участники дорожного движения не понимают правила дорожного движения, не понимают требования полиции, не осознают это, то получается как в интуиторе. То есть мы должны создать такие условия, в которых участники дорожного движения не смогут нарушать правила. То есть это установка, допустим, пешеходных ограждений, чтобы в неустановленном месте они не могли пересечь. Да, то есть создать препятствия, физические препятствия, расширить сеть автоматических систем, в том числе и контроль перекрестков. То есть если сейчас у нас только три таких системы работают, интеллектуальный перекресток, мы планируем все основные перекрестки перекрыть этими системами, потому что на них, вот за последние годы, с момента установки ДТП со смертельным исходом, с тяжкими последствиями, до нуля снизились. Снизились до нуля. Плюс к этому, вот в городе Уральске, где установлена система фиксации, скорости контроля, а в этом году уже на 25% в нарушении сократилось. Уже меньше стало. Отлично. То есть мы видим, что в любом случае уже большинство водителей спокойно ездит по городу. В потоке выделяются только те, которым закон не писан. Их сразу в потоке видно. Он едет, обгоняет и тому подобное. Естественно, центр оперативного реагирования на это реагирует. Центр оперативного управления направляются экипажей, эти водители выявляются и привлекаются к ответственности. Вот срок, примерно какой существует срок до того момента, пока мы не получим совсем благоприятную картину? То есть год, два, пять лет нужно на то, чтобы действительно камеры видеонаблюдения, скоростемеры, ну они практически, ну скажем так, хотя бы закрыли опасные участки дорожной системы. Вот которые поставили 40 систем по городу Уральску, ну там буквально в течение месяца, с двух месяцев заметный результат был. То есть темпы движения на основных улицах, они успокоились. Если сейчас мы дополнительные еще вот эти, которые запланировали, 50, мы их установим, то, соответственно, это будет еще один хороший результат. Вот вопрос еще про автошколы. Вы упомянули, что занимаетесь ими. Тоже непонятная история с ними, потому что они же коммерческие. Это все частные организации. И мы не понимаем, что там происходит, как учат, как обучают, чему обучают. Они не всегда пускают к себе, это частные организации. Что с этим делать? Как нам их проверять? Нет, пытаться все-таки надо, раз мы хотим уменьшить у себя в области, уменьшить количество случаев ДТП. Мы хотим, чтобы наши пешеходы, водители были более осознанные. Надо пытаться это делать. Понимаете? А как? Удобно сидеть и говорить, что оно бесполезно, так и будут нарушать, и все что угодно. Поэтому здесь нужно, чтобы, наверное, больше людей, как сказали уже, должно быть вовлечено в это. Просто здесь не понимаю, как их проверять. Они скажут, это бизнес, это наша частная собственность. Другой вопрос. Мы должны их заинтересовать. То есть какой-то стимул должен. Почему они должны участвовать в наших семинарах? Почему? Во-первых, мы говорим, что, во-первых, обучение будет проводить эксперт вообще международной организации, которые больше 10 лет занимаются. Это первое. То есть экспертов. Второе. Второе. Вы получите сертификат международного значения. И третье. То есть те знания, которые у вас будут, они же идут вам же и на пользу. А потом в будущем мы с вами все равно будем дальше общаться. Ну, не знаю, пока такого не было, чтобы говорили, нам не понравился ваш обучающий семинар. Наоборот, больше и больше отзывов хотят. То есть эта работа проходит? Это проходит регулярно, да. Наши эксперты, они часто к нам приезжают. У нас и встречи с департаментом полиции, и встречи с акиматами. Что делать вот с полностью коммерческими организациями? Как понять, насколько там уровень обучения высокий или низкий, наоборот? А можно как-то проверить, кстати? Сейчас, насколько мне известно, идет проект, а в плане того, что хотят создать рейтинг. Рейтинг автошколы. То есть любые... Кандидат водителя, который хочет обучиться, получить водительское удостоверение, он на государственной платформе посмотрит через портал, выберет все автошколы, допустим, в определенном населенном пункте, там из 10, из 15 автошкол, у них будет рейтинг. То есть сколько выпустили, сколько допускается нарушение ихними выпускниками, сколько дорожно-транспортных пришествий ихними выпускниками допущено. То есть уже будет выбор, выбор, какую автошколу пойти. И, соответственно, оснащенность и тому подобное. И автошколы будут сами стремиться, потому что получить больше баллов. Завоевать рейтинг. Потому что опять вопрос коммерции. Больше людей придут. Рейтинг будет зарабатываться уже никуда не денешься. Статистика вещь упрямая, ее не обманешь, да? Да. То есть если будут допускаться нарушения многочисленные ихними выпускниками, соответственно, это будет там отражаться. То есть значит низкое качество. Будет тебе падать, соответственно, коммерческий успех. В то же время, в то же время, то есть если человек заинтересован выучить эти правила дорожного движения, он их вызубрит. Не просто вызубрит, а еще будет понимать, для чего это. А зачастую, мы даже видим в соцсетях, делаем права за три дня и тому подобное. То есть вот такие... Все-таки есть такое тоже, да? Это по-прежнему существует. По-прежнему существует. Естественно, при явлении такие факты пресекаются. Виновная к ответственности прилегается. Но и существуют те же люди, которые пытаются обойти. То есть за какое-то определенное дежурное вознаграждение попытаются решить вопрос по получению водительских прав. То есть обучаться не надо, ездить умеет, и этого достаточно он считает. Вот. Результат высокая статистика смертности. Стали говорить, что мы здесь делаем два участка. Вот 17-й школа, район 17-й школы, может быть, все знают, это очень опасная зона. Я вела там наблюдения. Это ужасно. То есть когда там дети в две смены учатся, и поток машин, проезжающих даже, которые не в школу, очень большой. Хотя есть по краям две основные дороги, но нет, водителю уже проще быстрое время сократить и поехать через школу, да, зная, что родители привозят детей. Второй факт, который я заметила, родители подвозят детей именно к школе, именно к пешеходному переходу, вот тут же останавливаются, ребенок уходит с заднего сидения, он едет вперед, и родители даже не убеждаются, а в зад же тоже машины едут, понимаете? Ребенку, во-первых, опять неправильный пример. Второе, это риск. Они не понимают, что они рискуют своим ребенком и другими пешеходами, понимаете? Это второе. И третье, там совершенно очень широкая дорога. Что мы предложили? Трансформация. То есть тактический урбанизм, само понятие, очень новое, где-то с 2010 года в обиход вошло. Тактический урбанизм предлагает методы преобразования какого-то участка, города, не обязательно, именно чтобы это касалось дорожной безопасности, именно преобразовать дешевым, легким, быстрым способом, не затрачивая больших финансов и времени. Мы там предложили, во-первых, приезжал опять эксперт, он изучил эту территорию, мы снимали видео, фотографировали, он приезжал, ходил, смотрел. Мы там предложили, да, вот, сужение дороги. И там, если вы знаете, там практически нет тротуаров. Там название, что тротуаров, а что на тротуарах? Стоят магазины продовольственные, которые тоже поставили ограду, и пешеходам негде ходить, поэтому пешеходы вынуждены ходить по основной дороге, уже нарушая правила. А там дети, там мамы с колясками, там пенсионеры, да, сужение дороги идет. Мы, также там очень много родителей, которые ожидают своих детей. Где они стоят? Они стоят вот на этих узких, узких, если можно назвать, татуарах. Мы продолжили другой вариант. Мы возле школы, завтра вот восстанавливаем лавочки. То есть родители будут сидеть на лавочке и не будет хаотичного движения. Вот отклик на эти идеи, на эти предложения. Ведь здесь нужно взаимодействие, наверное, местные власти, школы. Да, сначала мы, естественно, приходили, у нас было собрание, да, в Акимате области, где собирались все руководители соответствующих, вот, департамент полиции был, ЖКХ наше, да, там еще кто-то, вот, приглашали, приглашали людей. Мы это предлагали. И мы это получили одобрение, да. Естественно, это все делается, документально фиксируется. Мы показываем проект, как он делается. А продолжение будет? То есть реально? Да, и слушайте, и чтобы вот начать эту трансформацию вот с 17-го школы, я провела опрос среди родителей и учеников. А нужно ли это делать? Я выявила процент. Дети и родители больше, я сейчас не могу в цифру точно сказать, но больше половины ответили, что они себя чувствуют небезопасно возле этого пешеходного перехода. На вопрос за, вы хотите здесь что-то поменять? Конечно, да. Понимаете? И третье. Большой поток машин. Очень большой поток машин. Понимаете? И водители, вот я говорю, за час моего наблюдения проехало, по-моему, 200 с чем-то машин. Это огромное количество, да. И ни одна машина не сбавила скорость при подъезде к пешеходному переходу перед школой. Ваши предложения будут реализованы? Они уже реализованы. Завтра мы устанавливаем лавочки, и на днях мы... Это трансформация по 17-й школе. Вот такую деятельность вести абсолютно... Мы просто показываем тактический урбанизм, понимаете? Это не означает что-то кардинально менять. Есть такие же способы, где нужно бульдозеры, еще что-то копать. Но самое главное, этот подход работает. Работает. Для тех, кто заинтересован. Это с минимальными затратами. Мы хотим обратить внимание властей и вообще жителей. То есть даже жители близлежащих районов сами могут закупить краску. То есть предложить проект, заверить в соответствующих органах, довести власть. И что мы хотим вот это, вот это, вот это, потому что здесь такое-то, такое-то. Можно даже опрос среди жителей, опрос среди двора провести. Я не знаю. А кто выделяет деньги? Финансы выделяются за счет проекта «Безопасные дороги». За счет вашего проекта? Да. То есть вы можете объединить разные группы активных горожан, которые готовы... Да, да. У нас есть в проекте урбанец, человек, который этим занимается. У нас есть международные эксперты, которые приезжают, изучают эту зону. Но на самом деле, вы знаете, пишут, посмотрите, пожалуйста, вот этот район, помогите вот здесь сделать, помогите здесь сделать. То есть у нас в Уральске очень-очень-очень много... Ну, вы сами знаете, каждый человек может сказать, я скажу вам, где у меня небезопасная зона, помогите, сделайте. Чего мы хотим показать? Это не обязательно должны делать общественники или кто-то, да, сотрудники ЖКК или еще кто-то. Вы сами своим двором вы также можете перекрыть, предложить, покрасить, поставить лавочку, смастерить качели какие-то. Тактический урбанизм, это очень такое большое понятие, на него можно очень много-много говорить. Рабочий инструмент. Да, да. По ужесточению наказаний, а у нас насколько часто отбирается вообще права водительские? Вот эта практика у нас существует в каком-то, я не знаю, в каком-то масштабе серьезном? Существует же, да, нарушение. То же кажется, как будто... Самое такое распространенное нарушение, да, это управление в нетрезвом состоянии. Это первое. Предусмотрено лишение административных штрафов. Второе, это дорожно-транспортные предшествия. То есть если водитель совершил ДТП, там уже предусмотрен либо штраф, либо лишение. Вот. Невыполнение законного требования сотрудника. Вот. Отказ от медицинского содействия, да, когда водитель пьяный, он отказывается. Там тоже, если раньше там лишения не было, то сейчас вот уравняли. То есть либо он проходит освидетельствование, он пьяный, да, или в наркотическом опьянении его лишают права управления, либо он отказался. Однозначно, что здесь, что там лишение. А управление с подложным номером, номером, регистрированным знаком, тоже лишение. Для водителя вообще самое жестокое наказание, если отбирает лишение прав. Да. Водитель все равно продолжает управлять автомашинами в состоянии опьянения. Все равно продолжает. Это тоже большая актуальная тема, да. Ну что же, я благодарю вас за участие. На этом пока точку с запятой поставим. И спасибо вам за активную позицию. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Продолжение следует...